В эфире программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Наши авторы подготовили этот выпуск специально для вас и в ближайшее время расскажут о последних новостях Рязани. Смотрите сегодня. 30 лет спустя в Рязани вспоминают трагедию и чествуют ветеранов-ликвидаторов последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Рязанский государственный медуниверситет осуществил пресс-тур, на котором собрались представители СМИ из всех уголков страны. В Рязанской областной клинической больнице отпраздновали Международный день медицинской сестры. Чернобыль. Во всем мире название этого небольшого украинского города вот уже три десятилетия ассоциируется с крупнейшей за всю историю человечества техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыльской АЭС по выбросу радионуклидов раноценной 50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам нанес жестокий удар по судьбам миллионов людей. В Рязани прошла церемония возложения цветов и венков к памятнику участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф. В этом году исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. После трагедии из опасной зоны было эвакуировано более 115 тысяч человек. В ликвидации последствий аварии участвовали свыше 600 тысяч человек. Среди них было и 2,5 тысячи наших земляков. 900 из них уже ушли из жизни. Многие стали инвалидами. Наши ребята уже стояли в это время у открытого реактора и ценой своего здоровья, ценой своей жизни защитили нас. Нас даже в том числе. И сохранили жизнь многим людям. Последствия аварии были тяжелыми для всего населения Советского Союза. Радиацией оказались загрязнены многие регионы Украины, Республики Беларусь, западные части нашей страны. В Рязанской области в зону с ольготным социально-экономическим статусом вошли в то время 19 районов с населением 180 тысяч человек. В дни 30-летия катастрофы памятные стеллы чернобыльцам открываются в Спас-Клепиках и Ряжске. Они станут еще одним напоминанием о доблести тех, кто ликвидировал аварию. Памятные стеллы – это не праздничные, это в наседании людям, живущим и будущим поколениям, что с атомом служить, шутить нельзя. Память тех, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия катастрофы, собравшиеся почти льминутой молчания. К памятнику легли живые цветы. Продолжатся памятные мероприятия в областном центре панихидой. Ветеранам-чернобыльцам вручат награды. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь со стороны государства. По одним из данных, с 1991 по 2015 год на ликвидацию катастрофы из федерального бюджета было направлено практически 10 миллиардов рублей. Эта работа должна продолжаться. На территории Рязанской области правительством Рязанской области предпринимаются исчерпывающие меры для того, чтобы поддерживать ликвидаторов и приравненных к ним лиц. Последствия трагедии не только социально-экономические, экологические, но и духовные ощущаются до сих пор. И эхо-чернобыльской катастрофы будет звучать еще не одно десятилетие. Именно поэтому история этой беды и история преодоления ее последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили. Рязанский государственный медуниверситет осуществил пресс-тур, на котором собрались представители. СМИ из Владимир, Липецка, Воронежа и, конечно же, Рязани. Экскурсия началась с научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии, который является структурным подразделением РязГМУ. Знакомство с вузом продолжилось на территории самого университета. Посмотреть, конечно же, есть на что. В первую очередь это техническое оснащение и, разумеется, квалифицированные работники учреждения, которые с охотой рассказали о том, насколько шагнуло вперед обучение современных докторов. Работа в научно-клиническом центре при РязГМУ осуществляется по четырем профилям – гематологии, детской онкологии, аллергологии, иммунологии, педиатрии. Для лабораторной диагностики крови в этом учреждении имеются широкие возможности. Это в основном автоматические анализаторы, которые позволяют избежать вот этого человеческого фактора, пресловутого, из-за которого достаточно часто случаются ошибки при диагностике различных заболеваний. Но не только современное оборудование является плюсом этого места. Здесь работают квалифицированные кадры – доктора и кандидаты медицинских наук. Поэтому пациенты получают не только достоверные результаты анализов, но и консультацию специалиста, а также лечение. Все доктора находятся в режиме непрерывного обучения. В последние годы это стало особенно актуально. И РязГМУ имеет хорошую базу для повышения квалификации специалистов. Наша система повышения квалификации меняет формат. Она становится системой непрерывного медицинского образования. То есть вместо того, чтобы врач раз в пять лет приезжал на повышение квалификации, он теперь будет ежегодно заниматься этим. Экскурсия продолжилась по ВУЗу, где перед гостями открылись двери симуляционно-аттестационного центра РязГМУ, оборудованного реалистичными тренажерами для отработки профессиональных навыков. Общая стоимость оборудования составляет 80 миллионов рублей. Один только роботизированный симулятор-роженицы, привезенный из Америки, обошелся в ВУЗу в 9 миллионов. На этих роботах будущие врачи учатся делать уколы, осуществлять уход за больными, оказывать неотложную и реанимационную помощь, которой, кстати, может обучиться любой человек, желающий получить такие навыки. В отделении есть стоматологический симулятор, а также УЗИ-тренажер, на котором обучаются также и опытные врачи для того, чтобы исследовать редкие патологические показатели. Еще один вид симуляторов – это боксы для выполнения эндовидеохирургических вмешательств. Здесь студенты обучаются различным видам операций. Все инструменты настоящие, так что ощущения у учеников вполне реалистичны. Только тренируются они не на живых органах и тканях. Мы имеем возможность сейчас абсолютно отработать навыки в сухую на специальных боксах. То есть, где я уже говорил, есть у нас имитирующие поролоновые всякие органы, где мы можем научить на сухом тренажере врача накладывать правильный эндоскопический шов, степлерный шов, так сказать, и его протестировать, проконтролировать, как он это делает. Это моделирует минимальные навыки владения инструментами. И ситуации, конечно, этого недостаточно для того, чтобы полностью свободно чувствовать себя в операционной операции, но, тем не менее, это хорошая база. После того, как навык владения инструментом отработан, студент допускается до настоящей операции на животном. Мы имеем возможность работать с живой тканью, которая кровит, которую нужно сшивать, то есть так, как это все делается у человека. И как раз мини-пиги, то есть это оптимальные животные, которые используются во всем мире, потому что анатомия их очень сильно совпадает с человеческой анатомией. Учебная операционная Вэтлаб – полный аналог настоящий. Здесь состоявшиеся хирурги оттачивают навыки работы на лапароскопической стойке. Но прежде чем стать классным специалистом, предстоят годы труда. Начинается все здесь, на хирургических кафедрах. Студенты, избравшие для себя путь хирурга, тренируются с младших курсов. Умение демонстрировать на олимпиадах по хирургии. Конечно же, где-то раз в две недели мы занимаемся студентами, отрабатываем данные этапы. Пресс-обзор этого вуза прошел довольно насыщенно. Гости побывали и в музее анатомии, где хранится более двух тысяч экспонатов. Очень редких и иногда даже древних. После чего представители СМИ отправились на пресс-конференцию. И там ректор вуза продолжил обзор, добавив несколько слов о предстоящих нововведениях для будущих врачей. Мы в этом году переходим на совершенно другой порядок допуска к профессии. То есть именно будет не просто выдача диплома, а именно допуск к профессии. Будет аккредитация специалистов и специалисты-стоматологи и провизоры, то есть выпускники стоматологических фармацевтических факультетов, впервые пройдут данную процедуру. Таким образом, в дополнение к диплому будущим докторам нужно будет получить еще свидетельство об аккредитации, которое и даст возможность дальнейшей работы. Такое серьезное отношение к подготовке кадров происходит потому, что речь идет о человеческих жизнях. Благодаря всем этим критериям РИАС ГМУ пользуется большой популярностью среди абитуриентов, имеет большой конкурс и его двери часто бывают открыты для тех, кто решил выбрать для себя путь медицинского работника. На очередном заседании коллеги Управления Роспотребнадзора, которое состоялось сегодня, обсудили актуальные вопросы, связанные с водоснабжением в городе и на территории Рязанской области. Снабжение населения качественной питьевой водой – одна из самых важных задач, стоящих на сегодняшний день перед муниципалитетами. О роли водного фактора в передаче инфекционных заболеваний в качестве открытия заседания доложила заместитель начальника эпидемиологического надзора Татьяна Колесенкова. Она пояснила, насколько опасны инфекции вирусы, которые передаются посредством воды – питьевой и водопроводной. Главное, самой опасной характеристикой такой инфекции является массовое очаговое заболевание, потому что воду с переносчиком употребляет сразу большое количество людей. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой в настоящее время является серьезной проблемой. Это обусловлено многими причинами. И в первую очередь интенсивным загрязнением водоисточников, что формирует дефицит воды питьевого качества. Проблема эпидемиологической опасности актуальна для всех регионов России, так как многие водоисточники на территории страны не отвечают вегеническим требованиям. Давно отмечилась связь между заболеваемостью населения и характером водопотребления. Еще в древности были известны некоторые признаки воды, опасные для здоровья. Среди наиболее распространенных инфекций, которые передаются через воду, большое количество кишечных и энтеровирусных инфекций. Возможно заражение брюшным тифом. Особенно опасно попадание в воду возбудителя гепатита А. К важным вопросам, поднятым на заседание, относился вопрос о санитарно-эпидемиологическом состоянии водоснабжения на территории области по итогам реализации федерального закона о водоснабжении и водоотведении. В 2015 году по сравнению с 2014 годом в целом по области санитарно-техническое состояние подземных источников централизованного водоснабжения и хозяйственный пятивыход провод улучшилось. В 2015 году удельный вес подземных источников централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным нормам, составил 4,7%. В 2014 году 5,1%. Из отсутствия зонт санитарной охраны 2,2%. В 2014 году данный показатель был 4,9%. Удельный вес хозяйственных пятивых водопроводов, не соответствующих санитарным нормам, уменьшился с 64% в 2014 году до 5,6% в 2015 году. Правильно организованное водоснабжение – залог поставки населению качественной питьевой воды, что является в свою очередь основной мерой, поддерживающей здоровье граждан. Полицейские проводят в Рязанской области мероприятия по пресечению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники ОМВД России в Рязанской области регулярно проводят профилактические рейды по выявлению пресечения среди приехавших регион иностранных граждан такого рода нарушений. Очередной рейд был проведен полицейскими на территории Рыбновского района. С началом весеннелетнего сезона в регионе увеличивается количество иностранных граждан, прибывающих на работу. Естественно, многие из них прибывают в регион нелегально. За первые три месяца рязанские полицейские выявили 359 таких нарушителей. По итогам первого квартала орган внутренних дел выявлено свыше 800 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Из них только 359 миграционной направленности. Также сотрудники правоохранительных органов предупреждают и информируют население об уголовной ответственности за прием на работу иностранных граждан, которые проживают в регионе нелегально. Ежедневно полиция проводит мероприятия по выявлению так называемых резиновых квартир и домов. Сотрудниками органов внутренних дел по Рыбновску району проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение миграционного законодательства со стороны иностранных граждан. В ходе мероприятия задержано 12 иностранных граждан. Из них два человека находились на территории региона с нарушением миграционных правил. При проверке указанных лиц, доставленных в отдел, было установлено, что ряд из этих граждан были фиктивно зарегистрированы на территории Рыбновского района. В отношении местного жителя решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности. С трудом верится в то, что нарушители не знают закон. Чаще как раз наоборот. Идут ва-банк, наивно полагая, что их такие проверки не коснутся. В Рязанской областной клинической больнице отпраздновали Международный день медицинской сестры. Этот день был учрежден еще в 1971 году. В России же этот праздник отмечается с 1993 года. Врачи уверены, что медсестры на своих плечах несут до 80% заботы о больном. Их работа очень трудна, как физически, так и эмоционально. В нашей стране на одну медсестру, кстати, приходится в среднем 20 больных. Тогда как на Западе это число равняется 5. Они делают инъекции, перевязки, дают лекарства. Они являются помощниками врача и опорой пациента. Но когда в выздоровлении или после успешной операции благодарят и чествуют врачей, медицинские сестры зачастую остаются в тени. Сегодняшний день тому исключение. В преддверии своего профессионального праздника в актовом зале областной клинической больницы собрались медицинские сестры из лечебных учреждений Рязани и области. Ваша добрая душа, ласковое сердце, руки. Все это способны сделать, чтобы буквально из небытия поднять нашего общего больного. И тысячи, и тысячи, десятки тысяч Рязанцев благодарны вам, что вы у нас есть. Спасибо вам огромное. Спасибо. Они все выполняют общую работу, но у каждой есть свои особенности. У Натальи, например, пациенты – это люди, которые находятся под стражей. Специфика моей работы заключается в том, чтобы относиться к моим пациентам так же, как к обычным людям. То есть, несмотря на то, что они совершили какие-то преступления, может быть, или правонарушения, мы должны к ним относиться прежде всего как к больным. 34 года, и это стаж медицинской сестры САЗовской травматологии. И она до сих пор признается в любви к своей работе. Я люблю свою работу. Очень люблю. Оказываем медицинскую помощь. Я экстремную помощь оказываю. Все прекрасно. Коллектив хороший. Я очень довольна. Елена – труженик операционной. И ее стаж работы тоже поражает. 31 год. За это время, признается она, было много предложений поменять работу. Но изменять призванию она не стала. Я старшая операционная сестра, у меня очень сложная работа. Поэтому таких много случаев было, конечно, много. Но самое главное, когда человек потаскаешься с того света. Это самое главное. Экстренные случаи, и мы очень рады, когда мы с ним справляемся. Лучшие медицинские сестры были награждены почетными грамотами, ценами, подарками и, конечно же, цветами. И это все новости на сегодняшний день. Я и мои коллеги благодарим зрителей за внимание. Прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok